Божьи слова на каждый день Если вы хотите, чтобы Бог усовершенствовал вас, вы должны научиться все переживать и просвещаться во всем, с чем вы сталкиваетесь. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с чем-то, будь то хорошее или плохое, тебе следует извлекать из этого пользу, и это не должно становиться причиной твоей пассивности. При любых обстоятельствах ты должен уметь учитывать это, стоя на стороне Бога, а не анализировать или изучать это с точки зрения человека, так как это будет отклонением в твоем переживании. Если таков характер твоих переживаний, тогда обязанности пожизненно будут руководить твоим сердцем. Ты будешь постоянно жить в свете Божьего одобрения, и в своей практике тебе будет нелегко отклониться. У человека подобного типа замечательные перспективы. Все зависит от того, являетесь ли вы теми, кто искренне любит Бога, полны ли вы решимости стать усовершенствованными Богом, стать обретенными Богом и получить Его благословение и наследие. Просто иметь решимость никуда не годится. У вас должно быть много знаний. В противном случае, в своей практике вы будете постоянно отклоняться. Бог готов усовершенствовать всех вас без исключения. На данный момент ситуация такова. Несмотря на то, что большинство людей за все эти годы уже признали труд Божий, они ограничили себя тем, что просто наслаждаются Божьей благодатью и готовы принимать от Него лишь некоторое утешение плоти. Они не желают получать больше откровений, откровений более высокого порядка, демонстрируя, что сердце человека по-прежнему постоянно находится вовне. Несмотря на то, что в работе человека, в его служении и в его сердце, исполненном любви к Богу, меньше примесей, если говорить о внутренней сущности человека и о его непросвещенном мышлении, человек по-прежнему постоянно стремится к умиротворению и наслаждению плоти и не заботится о том, каковы условия и цели усовершенствования человека Богом. Поэтому жизнь большинства людей по-прежнему вульгарна и упадочна, в ней нет ни малейших перемен. Они просто не считают веру в Бога важным делом. Пожалуй, создается впечатление, что они верят не иначе, как ради чего-то другого, действуя без искренности и самоотверженности, довольствуясь самой малостью, потерявшись в бессмысленном существовании. Мало тех, кто стремится во всех отношениях совершить вхождение в Слово Божье, все больше обретая то, что обогащает, становясь сегодня в Доме Божьем богачами и получая больше Божьих благословений. Если ты стремишься к тому, чтобы Бог во всем тебя усовершенствовал, если ты в состоянии унаследовать обетование Божье на земле, если ты стремишься к тому, чтобы Бог во всем просветил тебя и не допускаешь, чтобы годы прошли впустую, то это идеальный путь, на который необходимо активно вступить. Только так ты становишься достойным и имеющим право на то, чтобы Бог тебя усовершенствовал. Являешься ли ты действительно тем, кто стремится к тому, чтобы Бог тебя усовершенствовал? Действительно ли ты тот, кто искренен во всем? Есть ли у тебя такой же дух любви к Богу, как у Петра? Есть ли у тебя желание любить Бога, как любил его Иисус? Ты уже много лет веришь в Иисуса. Понял ли ты, как случилось, что Иисус возлюбил Бога? Является ли тот, в кого ты веришь, на самом деле Иисусом? Ты веришь в практического Бога сегодняшнего дня. Понял ли ты, как практический Бог во плоти любит Бога на небесах? Ты веришь в Господа Иисуса Христа. Это связано с тем, что распятие Иисуса с целью искупления человечества и совершенные им чудеса являются общепринятыми истинами. Тем не менее, вера человека происходит не от знания и истинного понимания Иисуса Христа. Ты веришь только в имя Иисуса, но не веришь в его дух, ведь ты не проявляешь уважения к тому, до какой степени Иисус любил Бога. Твоя вера в Бога слишком незрелая. Несмотря на то, что ты уже много лет веришь в Иисуса, ты не знаешь, как любить Бога. Разве это не делает тебя величайшим в мире глупцом? Это свидетельствует о том, что пищу Господа Иисуса Христа ты годами ел напрасно. Не только мне не нравятся подобные люди. Я полагаю, что они не нравятся и Господу Иисусу Христу, которому ты поклоняешься. Разве можно усовершенствовать подобного человека? Неужели ты не покраснел? Тебе не стыдно? У тебя все еще хватает наглости смотреть в лицо твоему Господу Иисусу Христу? Всем ли вам понятен смысл моих слов? Субтитры создавал DimaTorzok